ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ При этом средняя дневная температура воздуха по стране плюс 23 градуса. Далее я опишу синоптическую картину в каждом из регионов более детально. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 15 до 25 градусов тепла. В целом здесь ожидается переменная облачность, но вот ночь в Черкассах обещает быть ясной. В Кропивницком наличие облаков приведет к небольшому дождю в обеденное время. На юге страны термометры в течение суток покажут от 16 до 27 градусов со знаком «плюс». Солнце на протяжении всего светового дня то будет появляться над регионом, то вновь прататься за облаками. Дождь пройдет в Симферополе после полудня. Вечер на большей части южных земель выдастся ясным. В старину наши предки в этот день следили за закатом. Если он красный, то морозов долго ждать не придется. Что ж, попробуем воспользоваться подсказками природы. А теперь о прогнозах для запада. Здесь в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 13 и 22 градусов выше нуля. На фоне периодических прояснений по всему региону в Ровно и Ивано-Франковске осадки ожидаются по второй половине дня. Во Львове дождливая погода воцарится на весь день. Возможны грозы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 15, а максимальная дневная достигнет 24 градусов тепла. Несмотря на постоянные просветы над регионом, дожди пройдут в Сумах и Житомире после обеда, а в Чернигове в вечерние часы. Обильные осадки ожидаются в субботу и в восточной Украине. Правда, при этом метеорологи совсем не исключают прояснений. Местные термометры в течение суток покажут от 15 до 25 градусов выше нуля. Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевтического работника. Профессиональный праздник тех, кто неустанно борется против человеческих недугов. Примите наши поздравления, желаем успехов, хорошего настроения, благополучия, а самое главное здоровья вам и вашим близким. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 17 до 19 градусов тепла, а днем прогнозируется 22-23. В Северодонецке и Луганске дожди начнутся утром и с небольшими перерывами продлятся до позднего вечера. В Волчевске дождливая погода продержится с ночи и до захода солнца. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 15 до 18 градусов тепла, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 21 и 23 градусов. Серые тучи займут область на целые сутки, соответственно, столько же будет идти дождь. В Днепропетровской области после полуночи ожидается плюс 18, а в дневное время от 20 до 25 градусов тепла. В Кривом Роге просветы на небе предвидятся в утренние и обеденные часы, а в Павлограде лишь ночью. Утром в последнем уже пойдет дождь. В Днепре прогнозируется облачный день и осадки после полудня, а также в вечернее время. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 18 до 24 градусов тепла ночью, днем и вечером на столичном небосводе будет наблюдаться небольшая облачность. Но вот утро в городе выдастся ясным, осадков не предвещается. Это были синоптические данные на субботу, 15 сентября. Осеннего вам вдохновения и удачи им. До новых встреч на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»